Минздрав создаст базу вакцинированных от коронавируса. Единая система должна заработать в стране с 6 июня. В течение двух месяцев к ней подключат поликлиники и синхронизируют сведения с приложением «Путешествую без COVID-19». В стране снова подорожало автомобильное топливо. Стоимость традиционно выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,12, 95-й дизель 2,22, 98-й – 2,44 рубля. Это уже шестое повышение цены за год. В стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Ожидается дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедится. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура будет колебаться от минус 8 до 11 тепла. Бобруйские тепловые сети приступили к подготовке и проведению ремонтной кампании. Первой начнется реконструкция магистрали по Гоголя. Также на апрель запланированы работы по 50 лет в ЛКСМ. Всего заменят около 4 километров трубопровода. Накануне в Бобруйске на Островского горел балкон. Жильцы к моменту прибытия спасателей находились на улице. В результате огнем повреждено оконное остекление, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет, причина устанавливается.